здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева представляю вам небольшую зарисовку нашей прогулки естественно здесь нет всей этой информации которая у нас там в процессе прогулки экскурсия проговаривается инсайдерская информация уникальная информация не всегда я ее даю даже фильмах но здесь вам для общего ознакомления те кто не был на крутицах и заодно посмотреть водоканал и раскоп на водоканале пока его не закопали известные но это что он на крутицах были артезианские скважины все в этом фильме вот еще какое-то крыльцо делают поставят новодельное но здесь видимо но тоже было вон фрагменты немножко там тоже должны были быть из росы зимний храм нижние верхний летний был они их реставрируют крыльцо реставрируют и все это новое такое но все было более разрушенном состоянии это все новодел но вот она более-менее старая вот это и они спрятали кирпичные купола купола из кирпича единственное где в церкви вот под ними кирпичные купола здесь новый кирпич вот этот старый отболевший а это с нового церковь конечно красавица колокольник или что на том было кирпич очень большой здесь кладка большого но и какие переходы я вижу крести там бубны а это бубны крести и бубни посередине а это картежный орнамент он кстати присутствует что интересно с этими картами почему романовы сделали себе карты со своими портретами а валет это кто валет это не князь а кто он там в форме валета был помните князь малосавский он был в форме валета а вот где вот это вычурное окно вот там вот это бубны и крести или я не вижу я не вижу там ну где-то там он был это не казарма и херова здесь у Баэрни Морозов там тоже было ой деревянный дом там горел мы сейчас можем это уникально за деревьями потом не увидишь да вот сейчас нужно увидеть и Брандмауэр точно мы сейчас можем это уникально за деревьями потом не увидишь да вот сейчас можно увидеть и Брандмауэр точно и Брандмауэр точно точно Мало того что труба а еще там у него проход ничего себе Брандмауэр да а что там такое Брандмауэр вы не смотрели мои фильмы что скрывают по словам Брандмауэра ну посмотрите у меня несколько да потому что это остатки старых домов вот эти вот стены к ним потом пристраивают это были кирпичные мы с этого года смотрим с этого года ну вот давайте ее с этой стороны еще посмотрим вот это уникальное потом туда вернемся посмотрите как откопано девочки вот это единственное уже в России здание вот это времени сохранившееся больше нигде нету такого памятника это уникальный памятник архитектуры это уникальный памятник архитектуры это тюрьма да и он и он разрушается посмотрите крыши то не то вот они как хорошо хранят а это жених это жених история да ты права а какой интересной форме сделаны трубы девчонки посмотрите как будто огонь он тоже автономно отапливался значит он тоже автономно отапливался вот пожалуйста тоже да чья-то старая стена там такой же красный кирпич он просто заштукатурен его использовали эти подвалы это же были подвалы но видно что кирпич красный он сквозь краску проступает ну вот по крайней мере что под холмами и вот что под этими холмами да что там находится да там сено находится все застроено бабушка жизнь прожила и ничего не заметила и думает на чем я стою они кричат стены стены какие тут стены я тут иду тут дорога да тут деревья растут ну да пошли посмотрим ее а вот кстати вот оно видно корни деревьев тоже сверху ну конечно значит там помещение вот вот уже там плющики когда были да 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 такая же ситуация так Стелецкий же говорит что вся Москва подземная весь город стоит на двух-трехуровневом городе вот они вскрываются я вот отсюда не увижу но я потом на съемки посмотрю надо будет рассмотреть вот гагарин тоже где-то здесь засветился на губахте да ну что-то он нарушил а кирпич огромный да да какой огромный ну он как будто бы новый ну может они его делали тоже под этот уже под эту кладку да это новый это новый какой-то кирпич да но они его делали под кладку это действительно не не скажем так стандартный кирпич вот это может быть и старый вот этот а помните получается сейчас делают такие большие ну они могут делать для реставрации еще для чего-то тяжелый да нет это похоже новый для чего мы заказ делали они же реставрацию делают и может быть это бракованный какой-то ну откопанное здание характерно частично откопано а там дальше мы видим этот уровень поменьше но они молодцы спустили сюда кондиционер а это поменьше он реально очень тяжелый даже вот поменьше да какое помещение-то огромное разбабахали да какая стенища-то идет ну было-ка подвалом каким-то кирпич ну кирпич это не советский советские все-таки бетон уже делали это была какая-то постройка это постройка и на ней она дальше идет она идет дальше хорошо снесли стены да а где вход был вот кто его знает что это было никакой информации они же про это молчат как будто это были гараж вон там вообще угол даже сохранился вон там здание ну что-то сделают подземную стоянку какую-нибудь здесь парковку да тут можно по кругу пройти пошли 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 по кругу вот вход какой-то вон арка вообще все танцующее тоже смотрите вставлены девочки посмотрите какое окно видите вот мама дорогая о вообще при чем было нормальное окно которое смотрите сколько было сколько перестроек девочки да просто вообще вот они все нормальные окна взяли там на реку перестроек реставрации ну а вот это зачем вообще тут поднимите вот причем еще скажи что вот в Италии да будет дальше да там тоже очень водонапорная башня разных и вот мы сидели вот именно вот такого восьмигранника вот тоже с таким же нам говорили что это бани потом это самое перешли на то что скорее всего что скорее воду там добывали говорили то есть разные версии ну вот они трубы да нет это скорее всего водонапорная башня водонапорная башня артезианская скважина вот она есть и они здесь были они родненькие хотя может быть и непонятно ну зачем центре тогда просто видишь она сделана вокруг центрального места это не баня баня могли быть но где-то в другом вот еще здесь хозяйственные постройки но туда никто не пускает здесь еще есть место для потомки Барановского который реставрировал это все где-то здесь у них тоже есть висечка нас не пускают нас не пускают нас не пускают а если нас не пускают значит дверечку надо ухрутистских казарм а это мы приподняли один из приемков думали там не глубоко просто окно а там вот такая глубина оказалась или сфотографировали спасибо Валентине а сейчас делают такие задвижки шаровые а вот там шар есть Валя большой шар да а шаровые они почему называются потому что там внутри шар вот так вот поворачивается ну вот он может быть вон тот шар есть этот и у него две петли внизу и шар надо спросить вот посмотрите арка вон видите комната комната арка а вот это разломанный вход был и вот здесь вот стена тоже где мы стоим здесь тоже идет вот она стена это ниже уровня москвы реки плитка какая ну это потом поднялась да да я знаю ой смотри здесь лень вон сколько вообще а я не вижу пищу вот это был разломанный вход видите перекрытие было да оно сломано ну кирпич то какой они будут ломать так хорошо получается да они это все ломают там еще еще можно да не под москвой есть нады под москвой есть тоннели а море под москвой есть там да горы полноэтажные и море еще под ним подходит да ну может быть источник воды есть минеральный потому что например есть такой бассейн атлант вот он как раз вот питается оттуда из артезиатской скважины дворской воды они ухвы как бы уникальные здорово там вода из трубы закопан ну так вот там трубы какие-то закопаны ну плитка тут было что-то подземный туалет или что это было ну мало ли с чем это было но это же водоканал это какие-то у них были что там было может быть и вода бассейн какой-то был отстойники могли быть как бассейн да ну но это тоннель девочки это перекрытые тоннели вообще-то если уровень воды ниже ну потому что вот эта арка перекрытая и вот она сломана видите вот этот потолок ее должен был идти это сломаные они сейчас разломали когда вот бопахали они разломали этот свод это было все тоннель и вот этот тоннель когда-то перекрыт там дренажные трубы шлюзы это шлюзы какие-то были скорее всего да и поэтому там слезовая улица да слезовая набережная да вот это дренажные трубы и засыпано всю грязью да и девочки посмотрите это разваленная часть и она землей засыпана то есть там конструкция дальше продолжается да потрясающе ну вот пока не прикрыли можно это все посмотреть что-то они там хотят вычеркнуть ходу да зачем значит в этой штуке что-то там есть вот под этой стеной где он стоит видишь тоже стена да и скрип а да да Субтитры сделал DimaTorzok 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 А как грязь убирает? Уголь какой-то, посмотрите, черный. Или снег? Это просто стоящая вода была. А вот такие кучи делают камни. Стоящая вода грязная. Значит, это отстойники какие-то были. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно, так же, как нам. Это, естественно, далеко не все. Очень многое осталось за кадром. Самый главный текст, информация. Но вот и раскопы не все мы показали. На наших прогулках нам везет и встречаются. Прямо вот открываются, как будто специально для нас. Подписывайтесь на канал. Благодарю за внимание. С вами была Галина Кунышева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok